Едем из Рослина в поместье Трекуэр Хаус. Трекуэр Хаус. Дом построен на месте охотничьего домика, использовавшегося шотландскими королями с XII века. Многие части дома остались без изменений с XV века. На протяжении следующих столетий владения Трекуэра часто менялись, иногда переходя под контроль английского, а иногда и шотландского престола. Трекуэр оставался фамильной резиденцией графов Трекуэр в течение последних четырех столетий. Уже 21-е поколение владеет этим поместьем. Дом посетили 27 шотландских королей и королев, в том числе Мария, королева Шотландии. Нынешняя владелица поместьем леди Лэрд Кэтрин Максвелл Стюарт имеет семейные связи с королевой Шотландией Марией. Существует такая лестница титулов. На самой нижней лестнике этих титулов это лорд, просто землевладелец, лырд. Дальше у нас идет барон, дальше идет граф, дальше маркист, дальше герцог. Герцог – это самое высокое, до чего вы можете дослужиться. Дальше идет только принц, но принцем нельзя стать. Так вот, те люди, которые здесь живут, они достигли среднего уровня графского. И вот если вы посмотрите на эту корону, видите наверху шарики. Вот здесь шарики, видите сверху, вот это графская корона. А если бы три лестнички были сверху, то видите, сейчас они снизу, а вот если бы они были выше шариков, это бы значило, что люди в герцоге. Нынешняя владельца замка не графина, титул был утерян в начале 20 века, потому что закончилась мужская линия, а титул может передаваться только по мужской линии. Но как бы то ни было, вся история касается именно графского рода. Вот посмотрите, здесь еще куча исторических артефактов уже на входе. Колокольчики посмотрите. Кто смотрел фильм о бадстве Даунтон? Да, смотрели все. Помните колокольчики, как заставка? В чем идея? Видите веревочки? Да. Вот эти полочки, они идут в разные комнаты. У всех этих колокольчиков разный тон, они разные по форме. То есть вот звенит колокольчик, да, и все понимают, куда бежать. Но если вы даже не успели, не расслышали, всякое бывает. Видите, вот этот шарик, вот этот шарик будет продолжать дергаться, да, это для вас сигнал, куда вам дальше бежать. А вот колокольчик от входной двери. Вот здесь, если вы вот так подойдете, встанете, вы увидите совершенно потрясающую картину. Перед вами самое старое в мире существующее изображение керлинга в знаменитой шотландской игре. Керлинг возник в Шотландии в начале 16 века. Фактическим подтверждением существования этой спортивной игры является керлинговый спортивный снаряд, камень, на поверхности которого выбита дата изготовления, 1511 год, найденный на дне осушенного пруда в Донблейне. Это уже 20 века, но вот здесь, обратите внимание, он сделан из двух видов камня. И вот этот гранит, это очень ценный гранит, который добывается в Шотландии в одном единственном месте на скале, который называется Элса Крейг. Знаете, вот меня сегодня спрашивают, слушай, что они там натирают, вот эти швабры, вот тут, да, и я рассказываю, что они потаивают, верхний слой, да, и из-за этого, значит, вот этот камень там легко идет. Но если вы посмотрите вот на эту картину, вы поймете, что они вообще не с швабрыми играют. Че у них рука, посмотрите, рюки. Смотрите, че у них рука? Метлы, метлы, обычные метлы. Что они делают, эти метлы? С них, с них. Существует легенда, как произошел керлинг, что жила-была девушка, у нее было два ухажера. И она никак не могла решить, за кого замуж выйти. И вот она дала каждому по утюгу и сказала, кто вот дальше запустит, по любому году, за того замуж выйти. Уж непонятно, за кого она там вышла. Но у каждого из них была команда поддержки, и вот так родилась. Но самое интересное, что у нас есть, это, конечно, вот эта доска и этот документ. Знаменитая шотландская королева Мария Стюарт, королева 16 века. Она была личной подругой этих тракуэров. Она останавливалась в этом замке. И поэтому вы здесь видите вот этот королевский герб с двумя буквами М.Р. Мэри. Реджина. А внизу вы видите первую копию приказа о казни Марии Стюарт. И этот приказ подписан Елизаветой. 1487 год. Я вам напомню, я буду отрубить. Да, вот эта комната экономики. И здесь я вам хочу показать образцы фарфора. Вы знаете, еще по тарелкам мы всегда определяем состояние владельца замка. Здесь коллекция тарелок достаточно скромная. Но между тем, есть очень интересные вот эти вот, которые у нас старят. Смотрите, это так называемый ботанический сервиз. На рубежах 18-19 века ботаника становится огромной модой знати. У всех свои огромные мнения. Все там без конца что-то выращивают и друг другу рассказывают. И вот в этой связи у них появляются вот такие вот сервизы, где на каждой тарелочке будет свой цветочек, но только из тех, которые водятся в Британию. Причем, смотрите, с деталями корешочков, с мушками. То есть вот ложники-керанисты, они прям открывают вот эти вот энциклопедии ботанические и срисовывают все эти цветочки. Сейчас вот по окушку посмотрите, смотрите, в чем стоит потом. А вы сюда подойдете? Я вам расскажу историю о привидении. Лидия Луиза Стюарт. Она родилась в 1776 году. Она умерла в 1875, в 90-м веке. Ребята, по тем временам, это вообще как-то необозрение просто, срок жизни. Первый раз как привидение, и ее увидели в начале 20-го века, мальчишка-плотник стоял во дворе, чего-то там точил, и до конца у него прошла женщина в сером платье, она прошла через стену и ушла в дом. Ну, он, разумеется, сразу перепугался. Он побежал домой все рассказывать, а у нее бабка была партниха в этом замке, она шила платье господам, а у нее сохранились образчики тканей. И она показала ему образцы тканей. И вот так они и опознали, что вот эта леди в сером, это и есть леди Луиза. Здесь она ходит по обычному этажу. И это официально подтвержденная аномальная зона. То есть сюда ходят совершенно серьезные вот эти люди с датчиками, с пролочками, со всеми делами. А вот эта барышня, которая засвечена. А, слушайте, да, леди Кристина Стюарт, это, господи, значит, она старшая дочь одного из графов Тракверов, и она вышла замуж за американского губернатора колонии Виргиния. Никогда не понимал, и не понимаю сейчас, почему в некоторых частных владениях Великобритании фотографировать можно, а видео снимать нельзя. Такие же требования, как когда я был с внуками в замке Бельвуар-Касл в Англии. Толщина стен 6 футов, это примерно 2 метра, так как ранее здесь располагалась средневековая башня. В большой комнате поместья стоит старинный клавесин. Во время последнего ремонта были обнаружены детали старинного деревянного потолка с росписями. Ванна конца 19 века. Электричество в поместье было проведено только в 60-х годах 20 века, а до этого жили при свечах. Романтика. Грелка для подогрева постели. Кровать, на которой спала Мария Стюарт, когда бывала в поместье. Колыбель для ее сына Якова, позже ставшего королем Англии и Шотландии. Практически единственный прижизненный портрет Марии Стюарт. Личные вещи, принадлежавшие Марии. В этом доме сохранилось много старых вещей и писем. Вот, например, письмо от Чарльза первого во время гражданской войны 17 века. Секретное письмо, шифровка. Сохранившаяся средневековая фреска, изображающая верблюда. Как правило, художники средневековья рисовали животных, со слов людей, которые реально видели этих зверей. А здесь, смотрите, замечательный сундук. Это сундук сын. Смотрите, да, какой интересный устроен. А у вас крышка закрывалась в 10 местах. Видите, мы ее поворачивали. Вы с чего ее закрывали? Она вратилась за голову, и вы не могли ее снять. Здесь у вас еще фальшивое отверстие, которые мы сначала сюда полезли. А потом еще вы ее закрываете, и у вас еще свет куда-то замка. А внутри еще одно. Экземпляры первых печатных книг. С от руки раскрашенными рисунками в книгах. А позже и печатными изображениями. Средневековый компьютер, изобретение Джона Непьера, 1615 года, с помощью которого, например, можно было легко умножать или делить большие числа. Приспособление для прикуривания сигар, если в легком подпитии и не можете уже с легкостью прикурить сигару. Механизм для заточки ножей. А это приспособление для чистки языка. Хрен, когда догадаешься. Это библиотека. Интересный стул, удобный для чтения книг. Специальная комнатка для одевания и напудривания парика. Чтобы пудра не летала и не сыпалась по всей комнате. Тут можно было хлопнуть 50 грамм, не прерывая примерку и напудривание парика. Напудрился, пару рюмок пропустил. Можно и к столу. Поднимемся по старинной винтовой лестнице. Много разных артефактов накопали рядом с домом. Даже какие-то каменные наконечники стрел. Владельцы поместья были католиками. Раньше это преследовалось в Великобритании. Им приходилось это всячески скрывать от властей. Маленькая комнатка, где священник мог переодеться и далее приступить к службе. Потайная дверь и лестница, по которой священник мог скрыться, в случае облавы. чудесная коллекция кукол многие из этих кукол довольно древние являются произведением искусства в единственном экземпляре наверное много денег стоит прелестный кукольный домик старые клюшки для гольфа и не только клюшки родина гольфа тоже шотландия известно уже с четырнадцатого века свадебные фотографии сегодняшней владелицы поместья тут видимо женщинам будет интересно как стирали и гладили вещи до появления электричества в доме и бак все и вот так вот чтобы не руками а вот этой штуковиной а вот более современным после этого все это надо отжать смотрите какое количество джимов потому что вы в шотландии не отожмешь не выхватит никогда для крупных предметов есть вот такой взвете пресс огромный то есть там ручка была вы клали туда там либо одеяло либо кафтан и прокручивали всего как бы и отжимали другим способом после чего я вам напомню что мы с вами говорим еще о времени когда у нас все шерстяное оригинальный вид утюга вот видите вы сначала берете вот этот камень вы его нагреваете прямо на угол вышли из дома одинокая свинья мне любезно разрешили полетать на дроне над поместьем хотя у меня есть лицензия на полеты на дроне но все равно необходимо спрашивать разрешение у хозяев перед тем как вы решили полетать сегодня трог вархаус превратился в эксклюзивный отель предлагающий комфортабельные номера рестораны с изысканной кухней различные спа услуги посетители могут насладиться прогулками по живописной местности заняться рыбалкой или охотой а также познакомиться с богатой историей поместья а в этом лабиринте я заблудился меня заинтересовала широкая аллея идущая от особняка оказалось что она ведет к воротам медвежьи ворота особняка траквейр были закрыты в 1745 году с указанием что они должны оставаться запертыми до возвращения династии стюартов на королевский престол а а и а 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 с и и и А Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok